А вы слышали, что совсем недавно учёные придумали светящийся в темноте бетон? И это не всё. Они также создали алюминиевое стекло. В этом видео я расскажу вам о самых новых и интересных технологиях в строительстве. А в конце видео вы узнаете секреты гибкой керамогранитной плитки. Приятного просмотра! Робот-укладчик. А что, если я вам скажу, что совсем скоро не нужно будет задумываться над тем, где же найти хорошего работника? В наше время технологии развиваются огромными темпами. И вот совсем недавно был представлен новейший робот Hadrian X. Он способен делать кирпичную кладку в самые кратчайшие сроки. Его скорость просто поражает. Ведь на один кирпич у робота уходит всего 20-30 секунд. Hadrian X работает благодаря предварительно загруженной 3D-модели здания в специальную программу. Благодаря ей робот может с огромной точностью выкладывать кирпичные стены. А самое главное, благодаря его использованию отходы на строительство сходят на нет. Огромная точность достигается за счёт мощного компьютера, который точно вычисляет, где и как должен стоять следующий кирпич. А использование цемента или специального клея сводится к минимуму. Он расходуется только в том количестве, которое необходимо для возведения стен. Хотелось бы, чтобы такие разработки поскорее стали более масштабными. Вы только представьте, вам не придётся нанимать несколько дорогостоящих рабочих, чтобы они возвели вам кирпичные стены. При этом вы не будете переживать, что это сделают как-то некачественно. Использование робота будет намного дешевле, а качество его работ будет выше. Лента для розеток А на этом видео показана ещё одна передовая технология, о которой я бы хотел вам рассказать. Это специальная лента, которая крепится поверх штукатурки и позволяет отказаться от штрабления стен для прокладки новых розеток. Всё дело в том, что подобный материал очень тонкий. Он совсем не будет выступать, если поверх него наклеить, например, обои. Работы по такой установке розеток настолько просты, что справится даже ребёнок. Вам не потребуется штрабить стены, пилить арматуру, заново всё шпаклевать и штукатурить. А самое главное, не будет того количества пыли, которое всегда образуется при таких работах. Теперь достаточно только наклеить ленту на стену, заштукатурить её, а сверху можно уже и покрасить. Но вы можете возразить, такой материал 100% проводит электричество. Вам не о чем беспокоиться. Эта лента выполнена подобно шлейфам, которые используются во всех компьютерах и телевизорах. Только проводящие дорожки в них хорошо изолированы, так что бояться точно нечего. А сам материал изоляции очень прочный, из-за чего повредить его достаточно сложно. Правда, и у такого решения могут быть ограничения. В случае использования такой ленты лучше всего не подключать к розеткам силовые аппараты. Конечно, всё зависит от производителя и от характеристик материала. Но, честно говоря, я бы не рисковал. Если токопроводящие дорожки сильно нагореются, то ваши обои могут легко загореться. Но всех этих проблем можно легко избежать, если сразу продумать, что, где и как будет подключаться. А самое главное, такой подход позволит создать подходящую инфраструктуру в вашем доме. Производственное объединение-система занимается быстровозводимыми модульными зданиями. Компания создаёт самые разные проекты под любые задачи. С ПО-системой вам не потребуется задумываться над тем, как выполнить ту или иную задачу и где расположить розетку. Всё это за вас сделают специалисты компании. А на выбор предлагаются самые разные модули, начиная от обычных офисных блоков и заканчивая сложными техническими системами. Компания давно зарекомендовала себя на рынке как качественного подрядчика. А в работе используются собственные разработки и патенты, что повышает качество возводимых домов. Ещё больше узнать о ПО-системе вы можете по ссылке в описании. Дома из конопли. Я не мог обойти стороной ещё одну разработку. Инженеры изобрели ещё один интересный вид бетона. Вы будете в шоке, но в его состав входит конопля. Но зачем в бетон добавлять какие-то растения? Сейчас расскажу. Дело тут в том, что производство классического цементного раствора очень даже токсичное. Разные химические элементы, которые в нём используются, могут вызвать тяжёлые заболевания. Использование растительности полностью исключает этот фактор. К тому же бетон с использованием конопли куда более пористый. За счёт этого достигаются наивысшие показатели теплоизоляции нового материала. Вообще, в древности из конопли делали даже одежду. Всё дело в том, что добыть коноплю очень просто. Она растёт крайне быстро, повсеместно распространена и обладает очень хорошими показателями. Поэтому люди и задумались использовать её для строительства. Бетон, полученный за счёт растительности, дешевле классических вариантов, а также более гибкий. Совокупность всех этих параметров высоко ценится в строительном мире. Дома из пластмассы В наше время люди начали серьёзно задумываться над тем, что же делать со всем этим мусором, который производит человечество. И одним из решений стала его переработка и повторное использование. Эти идеи не могли обойти мимо даже строительную отрасль. Многие компании сейчас занимаются разработкой своих домов из переработанного пластика и другого мусора. Но знали ли вы, что ещё в СССР впервые появились дома из пластмассы? Вообще, Советский Союз известен своими интересными научными проектами. В рамках исследования новейшей технологии строительства учёные построили целый дом. Он был полностью из пластмассы. Предполагалось, что этот материал, который намного дешевле бетона, в скором времени придёт на замену классическим методам строительства. Возведённый опытный образец дома даже заселили семью испытуемых, дабы проверить все показатели этой постройки. Результаты были ошеломительные. Теплоизоляция пластмассового дома была на высоте. Он легко сопротивлялся влаге, так что непогода никак не влияла на такое сооружение. Да и стоимость опытного образца была очень низкой. Правда, во время испытаний нашлись проблемы, о которых ранее не догадывались. Например, в доме, который построили в СССР, была большая проблема с шумоизоляцией. Можно было слышать буквально всё, что происходит на втором этаже. Даже то, как ваш сосед спит. Ещё одна проблема появилась зимой. В местах стыковки пластмассовых стен, окон, дверей и крыши начали образовываться щели, через которые в дом легко попадала влага и холодный воздух. Из-за всех этих недочётов от амбициозного проекта в СССР решили отказаться. В наше время от идеи пластмассовых домов никуда не ушли. Достаточно большое количество компаний занимается своими разработками в этом направлении. Единственное, что нам остаётся – это надеяться, что с новейшими технологиями инженеры смогут решить все проблемы, которые возникли у советских учёных. Солнечная черепица Об экологии люди продолжают говорить сплошь и рядом. Когда я искал информацию для этого ролика, я обнаружил огромное количество новых технологий, которые тесно связаны с ней. Например, при строительстве домов всё чаще задумываются над созданием системы для получения экологически чистой электроэнергии. Одним из таких вариантов стало использование солнечных панелей. Но зачем крепить на крышу огромные плиты, которые будут сильно выделяться и портить внешний вид вашего дома, когда можно воспользоваться специальной черепицей Timberline Solar? Она выглядит точно так же, как и классические материалы, но при этом вырабатывает электричество. Команда проекта решила огромное количество проблем, связанных с использованием этой технологии. Основная загвоздка была в том, как обеспечить панелям безопасность в тяжёлых погодных условиях. Ведь не всегда же на улице будет светить солнце. Резкие перепады температур, повышенная влажность, вода и снег – всё это очень губительно для электроники, как вы можете знать. Проект Timberline Solar решил все эти вопросы. Ещё одно преимущество – вам не обязательно делать всю крышу из этого материала. Панели могут устанавливать поверх классической черепицы. Благодаря этому можно избежать лишних трат, которые непременно возникнут из-за нерационального использования солнечных панелей. Светящийся в темноте цемент В самом начале я бы хотел рассказать вам о новой разработке. Светящийся цемент произвёл настоящую сенсацию на рынке строительных технологий. Его ещё называют люмобетоном, за те свойства, которыми он обладает. Материал способен накапливать солнечный свет в течение дня, а после в тёмное время суток светится. Естественно, эта технология сразу же начала пользоваться большой популярностью. В некоторых странах люмобетон используют для создания дорожного покрытия и разметки, чтобы водителям было легче управлять автомобилем в тёмное время суток. В других же странах материал используется для отделки внутреннего интерьера дома. Плитка, в которой используется светящийся цемент, даёт возможность создавать просто невообразимые дизайнерские решения. Создать светящийся цемент, как оказалось, проще простого, ведь он состоит всего лишь из нескольких компонентов. Первым идёт, естественно, сам цемент, гипс или любой другой соединительный материал. Далее в него необходимо добавить люминесцентный порошок. Этот материал как раз-таки и отвечает за свечение в темноте. Ну и в конце идут различные добавки, которые позволяют придать различные качества люмобетону. Например, если вам потребуется сделать тротуарную плитку, лучше всего добавить пластификаторы. Они увеличат прочность и пластичность материала. Главное преимущество светящегося цемента в том, что его можно изготовить даже у вас дома. Вам потребуются только компоненты, которые в него входят в нужной пропорции. Наверное, поэтому люмобетон и завоевал столь большой интерес на рынке. Лазерное сканирование Продолжая тему новейших технологий и разработок, я не мог не упомянуть использование специальных лазерных сканеров. Они позволяют в самое короткое время создать полноценную, высококачественную 3D-модель помещения. Но зачем вообще это нужно? Сейчас расскажу. Благодаря 3D-модели вашего дома вы сможете легко продумать, как и где разместить мебель, какого цвета будут стены или какой материал использовать для отделки пола. В наше время такие сканеры есть даже в телефоне. Например, в айфоне есть специальный датчик, который называется Lead R. Он позволяет телефону точно определять расстояние до объекта, благодаря чему и формируется чёткая модель помещения. А специальные приложения и вовсе позволяют в режиме дополненной реальности размещать в вашем доме мебель. Профессиональные решения, в свою очередь, позволяют получить фотореалистичную модель вашего помещения. А это значит, что дизайнер сможет точно подобрать материалы и цвета, которые будут подходить именно вашему интерьеру. Ну а если у вас телефон от компании Apple, то вы прямо сейчас можете попробовать эту замечательную технологию в деле. Лично я с её помощью уже выбрал то, какой шкаф разместить у себя дома. Прозрачный алюминий А что если я вам скажу, что металл может быть прозрачным? Да-да, я сам был в шоке. Пока я искал информацию о новых технологиях, я наткнулся на интересную разработку, которая, наверное, вскоре изменит мир. Оксинитрит алюминия – новейший керамический материал. А самое главное, он совмещает в себе несколько, кажется, несовместимых особенностей. Он способен пропускать до 80% света, а его прочность при этом в 4 раза выше, чем у закалённого кварцевого стекла. Это ли не чудо? Но как производят такое стекло? Да на самом деле очень просто. Прозрачный алюминий изготавливают при помощи спекания, как и любой другой керамический материал. Специальный порошок с высоким содержанием алюминия засыпают в тугоплавкие формы из графита или кварца, а после отправляют особую печь. В ней поддерживается высокая температура и азотистая среда. Там материал содержится до тех пор, пока не расплавится. Нагрев продолжает вплоть до воспламенения. Огромная прочность материала позволяет сразу же задуматься над его использованием в особо опасных местах. Например, такое стекло может быть востребовано в бронемашинах или автомобилях первых лиц государства. Стекло способно с лёгкостью защитить человека не только от пули, но даже от взрыва. Из такого стекла выйдут отличные экраны, которые будут защищать человека, например, от пожара. Да и панорамное остекление дома теперь будет намного прочнее. Единственный минус новейшей разработки – её цена. Этот материал достаточно дорогой, так как для его создания требуются особые производственные линии и печи. Так что, возможно, в ближайшем будущем не все смогут позволить себе такое стекло. Остаётся только ждать, когда же оно подешевеет. Гибкая плитка А в конце я бы хотел рассказать об одной замечательной разработке учёных, которая отлично подойдёт как для отделки фасадов, так и внутреннего интерьера. В Италии этот материал уже обрёл свою популярность. И его название – кирлит. Кирлит – это гибкая керамогранитная плитка. Как такое вообще возможно? Да легко. По своей сути, это очень лёгкие керамические плитки небольшой толщины. Они изготавливаются путём прессования керамогранитной массы с армированием изделия стекловолоконной сеткой. После обжига материал приобретает особую прочность, сравнимую с натуральным камнем. И не стоит думать, что такой материал будет сильно отличаться от классической керамогранитной плитки. Кирлит точно так же высокопрочный и очень износостойкий. Ему не страшны ни повышенная влажность, ни низкие температуры. Его можно с лёгкостью разместить в вашей ванной. Ещё одна особенность кирлита в том, что в его состав входит специальный антисептик. Благодаря этому материал не подвержен грибкам. Монтировать такую плитку – одно удовольствие. Ведь кирлит очень легко режется при помощи стеклореза. Помимо этого, при его сверлении не возникает трещин и сколов. А монтировать его можно на любую поверхность при помощи клея, саморезов или даже двухстороннего скотча. Срок службы гибкой керамогранитной плитки – до 30 лет. А обилие цветовых решений позволяет выбрать наиболее подходящий дизайн для вашего интерьера. Единственный минус, который есть у этого материала – это его размеры. Такая плитка всегда продаётся большой. Дело в том, что радиус изгиба кирлита достигает 5 метров. Да и делать маленькие плиточки из этого материала бессмысленно. Ну и ещё один недостаток – сравнительно высокая стоимость. Кирлит в два, а то и три раза дороже классической керамогранитной плитки. Это были самые новые строительные технологии, которые я нашёл специально для вас. Спасибо за просмотр!